Перспективы белорусско-российского партнерства с акцентом на регионы и реализацию будущих совместных проектов обсудили сегодня во Дворце независимости. Президент Беларуси правил встречу с губернаторами Ленинградской и Иркутской областей. Гости заинтересованы в нашей линейке техники пассажирском транспорте АПК. Общая цель – увеличение объемов торговли через углубление кооперации и новые проекты. Стоит отметить, товарооборот Беларуси и Иркутской области за последние четыре года удалось увеличить в четыре раза. Однако из-за кризиса в этом году он просел. Стороны намерены исправить ситуацию, в первую очередь за счет проектов в логистике, машиностроении, сельском хозяйстве и строительстве. Китайско-белорусский инновационный центр коммерциализации научно-технических достижений планирует открыть в индустриальном парке «Великий камень» до конца года. Центр должен стать комплексной площадкой по взращиванию стартапов. Кроме того, до 2025 года планируют создать еще один совместный центр промышленных технологий. Он станет связующим звеном научно-технического сотрудничества между институтами Академии наук провинции Гуандун и Национальной академии наук Беларуси. Финал республиканского конкурса эко-стартапов прошел в Минске. Семь лучших проектов презентовали команды со всех регионов Беларуси и столицы. По результатам конкурса победу одержала команда Изелевы Гродненской области. Она представила проект по изготовлению бумаги из тростника. Авторы стартапа, кроме денежного вознаграждения, получили менторскую поддержку для дальнейшего развития.